Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы успели крепко поцеловать на прощение своих близких, потому что начинается второй раунд крепко от ГПК. И, честно говоря, ощущение такое, как будто я вернулся в старое время, в то самое, когда Ланы еще были, вот это вот все. И год назад практически я смотрел за тем, как ГПК разваливает на ACL Гамбурге. И тогда ситуация с точки зрения команды была примерно такая же, да? То есть коллектив весь был просто где-то в тени на вторых позициях, а ГПК в соревную старался. Ну, то есть все играли на ГПК, и ГПК решал карту. Там Мэмэкспирт питает, да? Мэмэкспирт рав в ноль играет, типа, и разваливает всех. Но ГПК, ГПК. Ну, слушай, ну камон. Делал хорошо, но БЗЗ как линия постоял, первым слотом еще сделал всех худ, приходит к Скай, тут такой пук-пук-пук в него. Ну, там столько поотнялось, типа, здорово. То есть они все же молодцы были в рамках этой карты. Мне вот нужно было четыре очка за сегодня заработать. Первая есть, еще три. Впереди, да. Ну, я про то, что если они сегодня это сделают, они реально будут героями, попадающими в Винера, потому что они будут и выше Ашеров, и выше Матголемов, и выше Нипов. А если вообще какая-то, кстати, информация, что случилось с Ларином? В Na'Vi ухочется? Вообще без идей. Не, известно. Потому что вроде как, типа, перспективный игрок, все дела взяли, начали, опять же, хайпить, да, вокруг того, что они будут его развивать, что они будут стараться сделать из него профессионала. И что-то сколько прошло? Что? Неделя? Может быть, где-то пять официалок? Нет, три, да. Потому что берешь Twitter, у них там, что у них там, у них ГГ какой-нибудь. Ребята, что с Лариновым? Пиши. Пишите, напишите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит менеджер Корчевинин Дмитрий. У меня к вам, как говорится, есть предложение. Вы мне говорите, что с Лариновым, а я про это сообщу в эфире. Идеально. Хотя, вообще, да, непонятно, почему нет даже анонса какого-либо, в принципе. Возможно, потому что все ок, просто, я не знаю, там заболел еще что-нибудь. Он как этот... Почему бы просто не сказать? Чуваки, у нас заболел игру. Может, из Хазары где-нибудь просто не видел? Просто вся инфа, которую мы узнали, это типа, сами будет ГПК выступать на ближайшее время. Мы же говорим, как и все, кто болит, звеников. Да, четко, наконец. У нас очень медленно все появляется. Пресс-аташи рано или поздно будет. Когда-нибудь появится, да. И какой-нибудь мимодеятель, как у Сикрет. Вот, в свою очередь, кстати, довольно интересно. Там вообще красавчик. Ну, что? Ну, у Сикретов чувак, который твиттергай. А, мимодел? Да-да-да, твиттергай топовый совершенно. Вообще, по-моему, у имперцев был раньше старый твиттергай очень своеобразный. Был, потом он как-то там пошутил, который посчитал, что это очень странная шутка про диваны. Вот это вот все. Я, честно говоря, даже не помню. Вроде как, вроде как про него было и у Олли. И он пошел в Сикрет работы. Возможно. Да, возможно, это он. Теперь клепает мемасики. Так что, друзья, вы всегда спрашиваете, как найти работу себе в киберспорте. Мемчики, друзья, мемчики. Становитесь твиттергайами, организацией. И каждый сейчас игрок здесь с КПТС, которого уже там инвайтит в НАВИ прямо сейчас, такой, типа, да-да, это я могу. Осваиваю фотошоп прямо сейчас. Возможно, этот твиттер идет с Климентом, потому что у него юмор хороший. Да, правда. Но мне кажется, что у него нет особо времени на это. Да, возможно, виспо пикнул, короче, притезерился и сидишь. А пока в тарелку. О, МФГ, ЛОЛ. Да, да, да. Пикнул на эксосаппорт и сел в тиммейте. Нет, слушай, езжу Бурзум, допустим. Жот там вот сидит, допустим, в аналитике, вот или нет, пишет Бурзума, там какую-нибудь крутую идею, тот ее реализует в виде мемчика. И вот тебе синергия. Также купи, притезерился, нужному человеку написал, который сможет обмозговать и красиво выдать. В чем случае с работой твиттергай, вам даже, ну, в смысле, на нее очень легко попасть, потому что вам не надо писать конкретно кому-то в личку, там, типа, искать работу. Просто делайте сами свои собственные посты и отмечайте организацию. Будьте либо с адрэдом, либо бухой аналитикой. Одной из двух. Либо там, либо там. Один человек. А серьезно? Нет. Я просто не в курсе. Нет, нет, два разных человека. Два разных человека, окей. Один любит дворянкин, а второй нет. Все легко различить. Только по этому поводу все различие. Просто очень странно видеть, когда один и тот же человек сам себе отвечает. Там какой-то пост от одного, и там, допустим, сэдрэд отвечает. Как бы это очень странно было. Каждый день такое видеть. Да нет, почему? Мне кажется, вполне себе хорошее раздвоение личности. Если твиттер, там камень, типа, сегодня там сухо, сегодня не мог, почему бы и нет. Сегодня ничего не произошло. Шел дождь. Смеркалось. Смеркалось. А у нас не идут драфты. Ну, открываем твиттер камня и пишем. Начинаются драфты. И вуаля, и типа, выводится на экран. Говорят, кстати, то, что лобби вроде запустили, все в порядке, так что мы можем не уловаться. Если драфты не идут к нам, мы пойдем к драфтам. Да, да. И будем драфтить сами. Кстати, Готс сказал, что еще один турнир будет анонсироваться совсем-совсем скоро. То есть у нас уже официально анонсировано ESL, Omega, Готс. Вот, это Chaos BTS. Я думаю, Готс Серега. Да, он самый. Брагин пришел, говорит, пацаны, здорово, короче. Тут турнир сейчас замучил. Делал ланчик в Питере. Да-да-да, приезжайте в баре. Вот. И, соответственно, у нас получается Omega, ESL, и вполне вероятно, будет еще один онлайн-турнир. Так что, друзья, где-то 3-4 турнира еще будет у нас в этом доновогоднем сезоне. Так вспомни этот пост от Valve, где они сказали, что тебе планируем провести, там столько-то, столько-то. Ну как, провести, помочь в проведении. И там обещали довольно много. Это вроде будет уже с 21-го только. Нет, они обещали довольно много, вот именно в интервал до Нового года вроде как в том числе. Мне кажется, нет. Ну и не забываем про ланчик в Китае, конечно же, который только для китайских команд будет. Там будет очень интересно посмотреть на новые составы. Потому что логично то, что все будут стараться очень серьезно себя показать. Ну что, с Рубика будем начинать? Или с бабки. Или с бабки. Нет, слушай, Феникса нету. Зачем бабку брать просто так? Хотя, берем Китай. Мат Голиусам это не мешает. Ого, это тайга, что ли? Ну, довольно интересное решение. Это Вертус Пром. Эхо Вертус Прома лило осталось. Я вернул, что чуть-чуть, чего-чего ради. Не качаем Шадо Демоны Чепозин. Катаемся через первую сторону. К счастью, к счастью, все почти Шадо Демоны такие проиграли. Поэтому все ок. Все в порядке, да. Работаем дальше. У нас проблема была в том, что Суприм с Золотинкера и выиграл. Это плохо. Там трудно было не выиграть. Там это и хорошо, и плохо. Но слушай, он там развалил его Этспирита на четвертом уровне. Он его развалил... Два лазера, два ракетка. В двух играх. Сначала первая игра была... Он просто убил мидера имперцев с Сиблэйдов на четвертом. За Темпларку. А потом просто тоже на четвертом или на третьем уровне с лазером. На четвертом. Два-два раскачка была. Но ракета не понравится. Он его с лазера добил. Не суть важна. Собственно, Рубен... Сейчас такой сидит и думает. Может, они Магнус еще возьмут? Как будет здорово. Как будет здорово. Потому что прошлая игра в очень раз доказала, насколько Рубен против Магнус Лайд. Слова свои вспомнишь? Как хорош. Что? Если для кого будет соль в этой игре, да, Рубика... Да, было дело, говорил. Ну, слушай, ГПК все-таки поучаствовал в том триумфе на последнем этом файте. Но тем не менее. Ну, там любой бы мидер, на самом деле, уже к этому моменту вытащил. Там дабл клик. Если ты мидер, у которого в команде 16 тысяч плюс. Ну, я имею в виду, по деньгам все хорошо. Рубик дает РПС стилен на миллион секунд. Соответственно, на любой мидер справится. Определенно. Но я не знаю ни одного мидера, который не смог бы туда втащить дэм. Кинуть катаклизм? Нет. Я имею в виду, любой мидер, в смысле, не исполнитель, а любой герой вообще способен на это. То есть, неважно, это инвокер, это ГПК, кто угодно. Ну, инвокер у нас слишком много дэмэджа. Как раз, либо с катаклизмой, либо метеоритом. А, стоп, я знаю одного челика. Я знаю одного челика, который в хроносферу свою собственную залетает. Вот этот челик, возможно, не смог. Зря так. Не-не, МИО реально хорош на шторм МИО. Ханы сегодня будут у нас? Да, сегодня Ханы есть. Причем самое интересное, что МИО уже официально анонсируем в другом составе. Вот, который собирается от МИПОШКИ и СОБЭДА в ЙОЛО Субмарин. И он должен вроде как у них играть. Это MLG Player, так называемый. Это то же самое, что и МИО. Вроде как. Может быть, я ошибаюсь. Где ты это прочитал? В смысле? Ну, тут новость. На том самом сайте, который... Хорошо, я потом ее прочитаю. Просто нам приходило как раз таких сайтов на днях буквально. Спрашивали, типа, как МИПОШКИ. Говорят, мы знаем, что она уходит от нас полтора месяца. Типа, уже назад, до юрия турнир. Типа, причина устала ДОТЫ. Да, да, да. И ты говоришь, типа... Это трофл тоже с первой же комментарии, типа, говорили же МИПОШКИ в инактив, потому что устала ДОТЫ. Да, да, да. Он же сейчас отдыхал на югах, и, видимо, вернулся, обгорел, типа, и такой, ну ладно, пойду ДОТЫ играть. Я понял, он загорелся внутри, поиграй в ДОТЫ. Кстати, все такие. Я про то, что сам Ордон, это если полости, да. Второй раз уже, типа, там... Причем, мне кажется, что он просто обузит систему с контрактами, если честно, вот эти все истории, потому что, типа, парни там в команде приходят, все, говорят, без мотивации, устал, типа, играть не будут, а далее ему закрывают контракт, типа, отпускают, и он такой, типа, о, свобода, отступаем, платить не надо, ничего не надо, что, ребята, я в ЕХОМ. А там целый пост про него, что он уже все, как бы, из-за того, что работы нет, нужно ехать в свою деревню, потому что Шанхай не позволяет ему... Дороговато, да, да, что за ДОТИР, квартира. Да, следующее время в ЕХОМ. Оп, найс. Не, я почти уверен, на самом деле, что это не так работает. Они явно не могли просто брать и разрывать контракт. Они, скорее всего, сажали его, типа, в НОКТИ, ну, там, 30% зарплаты, вот это классика жанра. Я не знаю, как они это делают, я про то, что просто... Никто так не делает, а с СССР, ну, типа, уже не первый раз. И как бы слишком думаешь, а почему каждый раз это прощание с комьюнити, после чего на следующий день. Неделю, подожди, все забудут. На следующий день. С Фэйдом была примерно та же самая история, да. Была, была. Там был дикий скандал с тем, что у него были тоже контрактные обязательства, и там подобные, его там хантили в другую организацию. Потом, хопа, он в Астрах. Такой, ну ладно. Все так, все так, да, типа, что... Во вход Арги пытался договориться, что-то такое там было. Причем одно дело, когда чувак уходит, потому что я задолбался играть в Доту. Другое дело, я потерял лицо. Типа, я больше не должен выступать в Доте, потому что это оскорбление для китайского комьюнити. И опты в Астрах. Да, да, да. Именно, и там самое жорное было, что как раз эта ситуация всплывала, его, типа, из состава убирают. Он, типа, все, ребят, ухожу в инактив, и действительно потом сразу в Астрах. Да. Ну ах, что эти китайские дотеры? Так, а тут у нас... Ну, лично мы зато получили еще одну порцию офигенного шета у Шамана, одного из лучших в мире, поэтому я только доволен. Мне, если честно, он абсолютно плевает. То есть хантили и хантили. Вот как, условно, как зритель, который пришел посмотреть просто Доту, мне вот абсолютно без разницы, там, выкупает его поизайцы или не выкупает, уходит фейд в Астрах, там, не уходит. Абсолютно не важно, если по итогу играет команда, которая суммарно выглядит хорошо. Жаль, что он в данный момент вообще без команды, потому что из вот этих всех новых стаков, которые понабрались в новую оргию... Ну, сейчас у них какой-нибудь там Yehome, Keen, Aster Gaming... Хочется же, чтобы он был в одной из этих вот топ-3 команд, которые явно будут именированы. А с ним будет Мернинг, все, уедет, это что? Они же как обычно, это из ниоткуда... Сейчас уже тренируются. Чуань достанет. Как как-то Old Boys 3 или как-то? Да-да-да. Old Gods, по-моему, они называли. Old Gods, я не ошибаюсь. Ну, конечно, само мнение маленькое. Тем временем реально крутые драфсы опять у Иник. То есть, смотри, какая комбинация под грима. А, нет, стоп, это был не Old God, это был Big God. Big God, по-моему, они называли. Это был... Они как раз-таки выбили СНГ-коллектив из DAC. Они что-то подписывались, типа, все вместе BD, LAN-M и так далее. М-м. Да, Big God. Типа Big God, но подразумевали другое. А девчонка за них играла, да? Да-да-да, стримерши на одном из ланах. На самом первом кросс-лане, в котором они участвовали. Вот. Хороший опыт, как говорится. Я просто помню из-за того, что я ходил на Попстом в кинотеатр, а это был день, ну, в смысле, очередной, типа, DAC день был с задержками из-за интернета и что-то подучиваю и так далее. В конце концов, короче, Попстом закончился, игровой день нет. И мы сидели просто в кинотеатре, афк в тарелку просто вот так вот, ну, я не знаю, типа час задержки, два часа задержки игры, вот так вот просто. И нечего делать. 15-16 год, наверное, было? Ну да, что-то такое. Ну, это один из первых. Может быть, второй DAC, может, первый DAC, мне кажется, где-то около того. Это мы с андроидом ходили на Попстом на четвертый инт, который Коза устраивала. Пришел, начиная финал, я уснул, проснулся, но кончился. Очень удобно. Ну, слушай, на четвертый устал того, чтобы его проспать. Финал был просто остыть. Я потом его смотрел и сидел, думаю, ни о чем не жалею. Вообще ни о чем. Но суть в чем? Опять же, третий раз возвращаясь к драфту, что комбинация под грима уже шикарная. Грим-Рубик, ну, всегда, типа, два фейтболта, два телькинеза, бомба. А тут еще двойной ультсикера. В ультимейте самое главное, да. Два телькинеза, это очень сильно. На самом деле, вот. Да все, типа, пока очень сильно. Ой, лайн крутейший. Непонятно, что сильнее. Правда, не очень понятно, почему венгу не взяли. По дрову, раз собирались дрову пикать. Дровка, типа, она мучает андерлорда на лайне. Вот она его бьет и бьет. На четвертом, пятом, шестом. Но тут интересный герой, очень хороший. Ну, Габелла, что? С одной стороны, а с другой стороны, если по фарму у тебя все получится. То есть СК, он крутой герой, если вы там, ну, имеет хотя бы равность того количества денег. А если ты лидируешь, если ты ведешь. То есть, пытаешься добраться, в тебя ультгримы, и ты стоишь, типа. Ну, то есть, с этим можно воевать. Инвайкер нам бьет. У тебя, во-первых, не хватает уяшек. У них маловато. Во-вторых, тебе нужно останавливать хоть чем-то хаоснайта, и у тебя еще вейтспирит, который тоже щитом бегает. А в-третьих, у тебя ГПК там. Это да. Это в нулевых. Я тогда еще и Кунку банил на всякий случай, потому что именно на нем он выступал наиболее продуктивно все время. Магнус очень много от него был на протяжении. Ну, там Мидь, он-то уже в бане. Да-да-да. А мы, как говорится, рассматриваем героев, которые еще могут появиться. Эмберу надо банить, на самом деле, по-хорошему. Он может здесь очень много по геймплею устроить. А пока Кунка. Кунка и Войка. Здесь тоже, да? То есть сидишь, думаешь, Underlord оффлайн, Войт, Спирит, типа Мид, Сака, Легко. То есть тебе хватает 4-5 позиций. Скорее четверки. То есть я бы убирал что-то, что добирается. Ну, типа Додровки и так далее. Я не знаю, насколько. Кто-то так все добирается. Но, я имею в виду, у тебя уже и Войт, и Кеос. А зачем устанавливаться? На достигнутом. На достигнутом, да. То есть продолжай. То есть души. То есть зачем прыгать двумя герами, если можно прыгнуть к пятию и так далее? Вопрос, кого они захотят брать. То есть насколько ты боишься в такой ситуации, например, Спирит Брейкера какого-нибудь? Видишь, Банец, кстати, да, интересного персонажа. Возможно, как раз таки подразумевает, что будет Спирит какой-нибудь, будет четверочкой. Ну, а что-то так и играли раньше. С Си-Си-Си-Си-Си так делали. Ну, вообще это Фанниковский сейчас. А, не, стоп, это не Фанниковский, Эндрол уже в пике. Ну, тогда получается... Вы как Саня. Так, Саня. Суппорт не хватает. Тогда почему Банец с Инвокер? Потому что, возможно, четверочек они не боятся никаких. И думаешь, что может быть четверка. Если забанился Инвокер, соответственно, надо забанить Тембера. Ну да, очевидно. Тем более сигнатурочка, опять же, для ГПК. Но они еще думают. С Руси-Си-Си-Ши думаешь, так, ну, типа, станов нет, станов нет, станов нет и так далее. Двойница шторма. Ты как раз таки к чему я подводил, что потенциально, опять же, ГПК... Как-то сказать, станов нет. У Андерлорда в нынешней мете сейчас начали собирать Ю, Лару, Туфатусы. Нет, нет, и все правильно, но ты не можешь их дать в шторма, который, типа, ну, влетел и улетел. Да, полет. Но как только он останавливается, Ю, под этот малец, под этот войс. Да, когда остановился, очевидно. А пока вот он, типа, летит, он может в тебя, опять же, дать этот спиртяжечку, там, агонимчику это собрать. И просто вчера... Он тебя зашотает, честно говоря, будучи Андерлордом. Ну, может быть, твоих тиммейтов. Ну, короче, суть в том, что вчера была похожа игра, и была, как раз таки, ситуация дровка плюс шторм спирта, и там шторм из-за дровки, ну, реально очень быстро бьет, и с этим очень много проблем по игре, поэтому забанить, ну, лишнего не будет. Опять же, закрывающий у Юник, то есть вдруг у них существует какой-то герой, или планируется какой-то герой, который, ну, плох против шторма. Знаешь, какой-нибудь Девс появится, с одной стороны, типа, ты его вроде кондришь, но вот ты всю игру стадаешь, потому что он прям в тебя влетает. Мне кажется, кстати, какой-то любой вообще бёрст магический здесь будет очень хороший ДХРФ. Очень тонкий герой у Юник, крайне тонкий. Силовик будет хороший в спирит, спиритбрейкер, вообще, вот, без разницы. Сам, бель, любого из этого можно... А тебе не кажется, что ему просто не хватит дамаги нормальный? Клокверк, Клокверк. Просто там ресурсов снизу нет, чтобы бить нормально. Клокверк звучит даже не так плохо. Клокверк, в случае, взяли, ну, вот, получается, сейчас сидят Юники, там он скоро с короной, пытается за голову, говорит, а что ж я мидеров-то банил? Раз так, проглядя, проморгал. Не знаю, что он банил мидеров. Думал, что Войт все-таки... Ну, возможно, опять же. Представь, допустим, ты говоришь со Шарами и сыграть, там, три прага. С этой прага они раза, вот, похоже, сейчас сделали в Войсфирт четверку, а сегодня раз и не сделали. Ой, соляночка пошла. Редкий гость у нас. Да, но по драву, типа, хорошо играется. И ГПК, да, опять же. И все еще не понимаю, почему здесь нет венги, серьезно, в этом пике. Венга и сэв дрова, это прям классика, классика, классик прям. Типа, да, но по драфту Венга тебя очень плохо сэвит от всего этого дела. А у Руби Гримм могут просто не пуститься, как тебе. То есть Венга, она с маппинга тебя убили, грубо говоря. Поэтому давай так, я на Юник, зря в них не поверил в первые, показывают очень хороший сегодня именно игровой уровень, поэтому мы можем, что вторую тоже затащить. Я, наверное, соглашусь. Ну, хотя здесь, ну... Сэв-то всегда 50 на 50, потому что как пойдет. Сэв хорошо зашел, потому что чем-то нужно перебивать Халснайта. Потому что очень жесткий персонаж, у тебя просто реально у четырех первых героев у них ресурсов нет, чтобы его пробивать. А Сэв хоть что-то, он ульту выдает. Ну, помимо этого еще эфир, да, контроль иллюзии, это очень мощно. Да, это очень мощно, поэтому пик неплохой, опять же, будет зависеть от исполнения. ГПК, ну, реально на Уокере убил все вот эти первые 10 минут для Ашера, и потом очень трудно было где-то яму вылезать. Посмотрим, как здесь будет. Вполне возможно, так же произойдет. Ну, а я буду верить Джон Дона Мирески, друзья. Я думаю, что Ильюк способен тут засолить. Отправимся к нашим комментаторам. Ну что же, Ашеры и Юник, вторая карта, первая карта была очень интересная, и надеюсь, что вторая карта будет ничем не хуже. А у микрофонов по-прежнему милая джем. Да, мы никуда отсюда не делись, вот, и будем сейчас смотреть вторую карту. Не знаю, я бы здесь, на самом деле, отдал предпочтение больше Ашерам, потому что последние противостояния ЦК против таких героев, как Дровка, как СФ, заканчивались примерно тем, что из ЦК при, опять же, условии, что он нормально фармит на линии, просто на 25-27 минуте за один реальти рифт вас убивает. Просто притягивает с иллюзиями со своими, просто ваншотает одного, ваншотает второго, и так продолжается, пока работает фантазм его. И по-хорошему-то борцов с иллюзиями здесь не так уж и много, как по мне. Хочу отметить, что здесь все-таки мидеры чуть более активны. Например, ГПК играл изначально на инвокере, у него, возможно, были какие-то перемещения. А как ты говорил про Вайпера, он все-таки больше из команды собирается. И здесь же как раз у Ксани более активный герой, на котором он, правда, может выдать больше импакта, особенно в начале игры. Вот как раз из-за того, что начало было у Ошеров совсем плохое, и несмотря даже на это они смогли камбэкнуть. Но, с другой стороны, СФ — это герой всегда такого хорошего личного исполнения, личного скилла. И если там как-то сложатся звезды, то ГПК может и развалить МИД, поэтому здесь нужно тащить именно в плане личного исполнения. Согласна. Последний раз, кстати, видели мы СФ от Бейтафа. Дэнди на нем играл. Они проиграли, но, кстати, Дэнди МИД стоял очень хорошо. Так что интересно будет посмотреть на СФ от ГПК. И в смоках Ошеры большая часть. Ну, хотят ФБ сделать. Опять же, у них такой пик, что не могут легко оформить кого-нибудь. Заходят на чужой треугольник прямо сейчас. Парли смоки с Нонград. И Нонград они не успевают. Нет, все-таки успевают спрятать здесь господин Гримстроук. Да, Ванскор сейчас может умереть. Хотя приходит ГПК. Сюда приходит СФ. И уже у... Нет, все-таки Гримстроук и должны добить. Должны, да. Ванскор здесь помансел, но тем не менее дурачье очень серьезно прокоцали. Сикер. Просто посмотреть, там, не знаю, 15 хп оставалось. Теперь у СФ могут быть проблемы. ГПК. Хорошо. Размансевал здесь хорошо. ГПК. Стан залетает очередной. Могут забрать сейчас Илюжина. Илюжин погибает. Еще один фраг. Два кила уже сделали. А теперь на СФ. Ну, в итоге... СФ зажать не получилось. ГПК еще на развороте. Тут удар. Хорошо ГПК в такой ситуации все-таки смог разобраться с Шадоу Демоном. Но в итоге размен получился 2-1. Да, карта начинается очень интересно, очень активно. Прямо-таки, знаешь, выход максимально. Много экшена сразу нам подарил. Ну, фраг в любом случае есть уже у дурачьё. 2-1. Тысяча голды преимуществ за шарами. Я бы сказал, прям идеальный старт для них сейчас на этой второй карте. И начинаем смотреть, что по линиям. В миде у нас Войт Спирит против СФа. СФ только сейчас прилетел на линию, потому что все-таки много ресурсов из него выбили в начале до крипов. Он там отходил перегениться. Ну и пока была возможность, немножко экспы там, я так понимаю, гримпа получал, который уже улетел также на линию стоять, помогать. Да, ну почему бы и нет. И Войт Спирит, миде против СФа. СФ с рейзами стандартно сейчас. Ну, второй уровень есть у одного и у второго. Будет через Боттл, будет спирит, я думаю, такая же ситуация. Да, да, конечно, Боттл здесь у этих героев будет в любом случае. Так что у нас будет драка за руны. Да, руны будет важно контролить. Но здесь пока такое ровное начало. Давайте посмотрим, что на боте. ЦК и Шадоу Демон против Сикера и Рубика. Слушай, интересная линия. С одной стороны инициация у Ашеров, на мой взгляд, чуть посильнее. Тут и за счет ЦК, и за счет Шадоу Демона. И вот как раз началась та самая инициация на Сикера. Но ПЗЗ просто отходит. ЦК даже не стал тратить станд. Немножко подождается. Низвелл на Ванскор и тут за Андерлордом. Андерлорда застанили. Дроу Рейнджер избивает и буквально еще удар нужно сделать. Но Паник Фарипайр скушал и отбивается еще в пласк. Хорошо замотил. Ну и удар. Сделает ли этот удар проблемы и у Дроу Рейнджера, потому что пила от нее не отстает. И еще один удар нужно сделать по дровке. Она прячется. Вижен, вижен. И все-таки выживает. В итоге размен получился. Да, там в миде тем временем забрали Войт Спирит. Я так понимаю, просолочка была от ГПК, судя по всему. Да. И ответочка залетает сейчас от Ксани, наверное. Хотя нет, ГПК живет. Да, ГПК все сделал грамотно, отошел. В принципе, все способности были у Ксани в кулдауне. Он отпился ботлом. До четвертой минуты еще, кстати, нужно дожить. А в Реген остается не так много у СФ. Да, Лил там с Вардом пошел куда-то далеко-далеко. Вард пока что никуда не поставил. Ну и пока на всех трех линиях у Юник преимущество. Посмотри, 14-3 у СФ, 9-2 у Войт Спирита, 12-3 у Сикера. Если сравнивать с Андерлордом, то 9 на 1. Ну и даже Дроу Рейнджер там на пару крипов опережает. Да, по пару крипов, но все же... Ну да, то, что ЦК не фармит на линии, это прям супер плохо сейчас у команды Ашер. Такого быть по-хорошему не должно, но как итог ЦК явно не дофармливает. Ну обычно, знаешь, ЦК, он должен именно хорошо встать линию. Проблемы чаще всего на линии, особенно на первых уровнях, должны быть у Дроу Рейнджер, которую легко подцепить, легко убить. Не сказать, что там такая прям идеальная линия для того, чтобы цеплять дровку, но тем не менее у них есть возможности. Ну так-то да. Ну и ЦК вроде бы такой достаточно плотный персонаж, которого сложно напрячь на линии, но пока по фарму у него прям все не очень хорошо, мягко говоря. Ну ладно, потом может быть комоднет. Но пока в миде мы видим, что разгоняется СФ очень хорошо. Сделал соло-килл, получается. И по крипам также вырывается вперед. Да, тут БЗЗ неплохо все поддобивал, даже своровал лесного крипочка себе за счет Бладрайта. Так, Нонградо пошел помогать контролировать руну. Вот как раз то, о чем мы с тобой говорили. Сверху то же самое делает Лил. Два саппорта стягивается у команды Ашер, и руна, я так понимаю, появится сейчас на боте. Внизу, да. На боте в итоге, если я пусть перед ошибаться, но у Лила могут быть проблемы. Лила застанили, АСФ почему-то не пошел за Лилом, кстати странно. Рейс может быть что-то будет. Да, вот в итоге все-таки все равно хватило урона и Лила отправляется в таверну. Да, в итоге еще один фраг в копилку команды Unique, и опять уверенный старт от них. Да, правда, 3-5. Большое преимущество имеется, но самое главное даже не в том, как там фрагивают, то, что Лилу убили и так далее, а то, что вот все их герои очень хорошо формят. И СФ, и Сикер, и Дровка. Снизу подпишились снова дурачи, но фласточка есть, отпивается, все хорошо. Пятая минута, баунти руны обязательно нужно подконтролить, и уже идут контролить Unique, и сейчас могут 3 забрать, там уже пошел Ванскор, но разворачивается, увидев Лилу здесь. Да, все-таки 2 на 2. Будет по баунти рунам, по итогу. Так, ну и давайте посмотрим Нетворс. Почти 400 голды разница в миде, это неплохое такое преимущество для ГПК, там тем временем забрали у нас Илюжина снизу. Ну, саппорта потеряли, неприятно, но не критично. Это мелочь, так скажем, жизни, ничего страшного. Главное, что у Сикера все здорово, и в принципе, Рубик отвлекает внимание от БЗЗ, и это его главная сейчас задача. В это время на топе цепляют Дроу Рейнджер, сейчас подстанется Найтин, где же Грим Строк, Строку Фейтам здесь получилось. Я же Строку Фейт не сам лучший был, но тем не менее Найтин выживает, дальше они не пошли, да, потратил как же душат ГПК на линии, просто жесть, бедный Ксани. По левелу очень серьезное преимущество, на самом деле. Здесь еще нет шестого, а у ГПК очень скоро седьмой уровень такими темпами будет. Да, но с другой стороны дурачё, несмотря на то, что на линии не так много грипов добил, сейчас уже по Нетворцу выровнялся, даже обогнал, мы видим тоже дровку по показателям фарма, но тут он остался пока один против двоих, ему тут, конечно, сложновато соло вывозить. Так, два брейсера имеется, скоро будет ПТ. Готово, дальше, наверное, армлет какой-нибудь, сабелька, как многие любят собирать. А тут уже Вейл готов для БЗЗ. И с шестым уровнем БЗЗ, я думаю, что захочет попробовать напасть на дурачё, особенно если учесть, что ХП сейчас у дурачё не так много. Что у нас было в ВАЛу БЗЗ? Сколько ему еще нужно? Да я тут буквально пару крипов и будет шестой уже. Вот. Это может быть опасно. Так, поднимают у нас ЦК, возможно, даже и без шестого получится убить. Пойдет Вейстикер дальше, Шетл Демон. Ну, опасно, опасно идти. Терапшн, и БЗЗ вынужден отсюда. Да, БЗЗ под пассивкой слишком быстро его здесь, конечно же, не забирали бы никак. Он сейчас, наверное, еще отхилится или нет? Как раз все-таки у тиммейта не хватило. Шестой левел появляется у ЦК. Мошен Харт убивает себе СФ. Феник. Вообще опасно сейчас делает Дурачев все. Там он все еще под действием пассивки БЗЗ находится. Блатрайт его не зацепил. Повезло. Он был близок, на самом деле. Если Блатрайт бы пробил бы, то, скорее всего, Дурачев бы погиб. Да, по краюшку ходит. ЦК. Он, конечно, очень плотный. Ну, тут слишком хорошие такие нюки, получается, комбинации в виде фейтболта плюс Блатрайта. Сверху Фаник. Но Фаника не заберут, точно. Строк оф фейт. Или с дровочкой заберут. Он один, но дело в том, что поддержка рядом. Поддержка рядом, поддержка в виде Вод Спирита. В это время зацепили у нас Рубика, но продолжения никакого не будет. Вод Спирит пойдет ли прыгать за гримстроком или нет? Судя по всему, нет, под Тавр все-таки не хочется лезть к Сане слишком агрессивно. В итоге, опять же, Вод Спирит перетянулся, потратил время в пустую. У него и так, в отличии, большая разница по Нетворцу с СФом. И, соответственно, хотелось бы как-то реабилитироваться. Да, не достается руна Иллюзии. ГПК, чтобы Боттл пополнить. Тут опять пробивает дурачей снизу. Ну, окей. Ну, более активная вторая, у нас карта получается. Потому что, если сравнивать с первой, там у нас 1-1, наверное, к этой минуте было. Тут попытка опять нападения на БЗЗ, подтягивается к Сане, БЗЗ успевает закинуть Платрайт, еще один удар, БЗЗ в итоге погиб. Спрятали Иллюзия здесь. Ну, еще и Рубика хотелось бы допить, ну, летит скорее всего. Ну, летит, скорее всего. Ну, опасненько было. Было близко. И Дарквиллу под Тавер не хотят настолько агрессивно лезть, при том, еще может сделать телепорт СФ и не хочет Ксане рисковать. В это время СФ, кстати, отправляется у нас в леса, здесь имеются стаки, собирает первым артефактом, он Тревелла, у него просто шикарный фарм, он опережает своего оппонента, это конкретно Войт Спири, это на тысячу золота, и, ну, разумеется, находится на первом месте по Нетворцу. Ну, да, но из минусов, что ГПК в этой карте не такой активный, как у нас на прошлой был инвокер от него, здесь больше Ксане активничает как-то по линиям пока что, но с Тревеллами, возможно, начнет отличаться, как-то к замесам на БЗЗ, снова нападает на Дурачье, но Дурачье уже с ПТшечкой, купил себе еще одну перчатку на скорость атаки, дальше будет выходить Вармлет. Здесь тоже ясно все. Вот они, Тревелла. Тревелла, ну, теперь, если какое-то нападение ну, например, сейчас Сикер вместе с Рубиком могут попробовать напасть на боте. Под десятую минуту под Баунти Руны можно попробовать выйти подраться. Есть ультимейт, а, нет ультимейта у Дурачье, Дурачье забрал Баунти Руны, но он под Раптурой здесь и, возможно, погибнет. Сейчас Дровка начинает расстреливать, спрятал его Монграды здесь, но это не спасет СК, скорее всего, от смерти. Да. С Танчиком откинулся, но здесь, в принципе, есть этот Банат БС. Отлично, сыграно. Здесь, возможно, ЦК перенаглел, знал же, что есть ультимейт у Сикера и что, вероятнее всего, этот ультимейт будет использован. В Смоках пил вместе к Сане отправляются на поиски приключений, отправляются они на бот у Сикера ультимейт в кулдауне, поэтому это хороший для них такой момент. Также там находится Дрова Рейнджер, который, в принципе, можно убить без проблем, плюс уводит спирита Аркейн Руна. В это время на топе у нас нападение на Андерлорда, легкий минус. Что-то Фаник занаглел, откровенно говоря, да. Снизу попытка нападения, спрятали Иллюжина, Иллюжин, скорее всего, погибнет еще один удар, да. Но все равно не настолько круто получилось, потому что Shadow Demon зацепил только Рубика, это саппорт, а с другой стороны Шеры теряют третью позицию, что своеобразный размен не самый удачный. Да, в минде Найтин не дает запушить тавр, там видно было, что Фантазм потратил свой СК просто на фарм, на пуш какой-то. Ага, передумал, насчет Армлета будет Мидасик для дурачьев. Интересный выбор. Не такой стандартный, все-таки привыкли Армлет увидеть, привыкли видеть более агрессивную игру ЦК, а здесь он решил пофармить. Ну что ж, посмотрим, к чему это приведет. Так, у нас Салил вместе с Наградой отправляются на поиски кого-либо. Ну и Сэфа, если удастся забрать, будет шикарно, но я не уверен, что их двоих хватит для того, чтобы сделать фраг. Я так понимаю, поставили Вижен на треугольник команды Юник, чтобы контролировать вот фарм того же Сэфа, который, наверное, туда пойдет рано или поздно, либо дровка. Ну, кого-то подловить, в общем. Здесь у нас в тем временем БЗЗ сейчас погибнет. Да, нападение на Сикера Раптуру потратил, но помощи никакой не последовало, поэтому это минус. Сэф неплохо так разваливает здесь дурачье. Ну, дурачье выживает по итогу. Руна появляется снизу, это руна Инвиза, и надо бы разбить. Сейчас ГПК разворачивается в итоге, побоялся идти за руной. Кстати, он, по-моему, успевал, но увидел, что здесь два героя. Проблема в том, что успеть-то он успел бы, но, скорее всего, его бы подцепили сразу же, и он бы погиб. В итоге руну оставляют Ксани. Ксани все еще под аркейн руны, привязка от Ванскора, но это так, просто оборонительное, так скажем. Ультимативная способность залетает. Хотя рядом был Сикер, и вот буквально чуть-чуть не хватило времени, чтобы выдать туда Раптору, и тогда уже это была бы не такая оборонительная привязка. Ну, там Раптора в КД была, они же потратили снизу на Ксани. Там все еще в КД, да. Там же драка как раз была. Он был там небольшой, но... Ну, да, но в итоге это... Ну, на всякий случай откинул ультимейт, чтобы обезопасить своего мидера. Окей, пока ничего особо не происходит по карте. В ПКД подставляется правда иллюжен, и он сейчас в очередной раз отправится в таверну, уже, кстати, в четвертый, да, судя по всему. И то, что даже он 10 миллилайдс воровал, это его не спасает. Приятные фраги. Здесь, кстати, фанику достойчиво фраг хотел сказать, что для Войспирита, но, тем не менее, Войспириту очень важно в начале игры делать вот такие выходы, какие-то фраги, желательно, там, на саппортов, особенно по левелу преимущество, нужно это преимущество реализовать. Потому что ССФ очень быстро формит, и если фраги он не будет делать, то Войспирит его никак не догонит. Так, Соливар не отлило. Очень круто все сделал. Быстрый фраг и, соответственно, экспириенс, золото, все достается Лилу. Ну и ГПК решает отступить. Дальше будет БКБ. Зафармил треугольник здесь на антину. Видели, это все прекрасно, ребята, из команды Ашер, но помешать никак не смогли. В ЗЗ сверху Ксане доламывает вышечку, получает ультимейт. В ЗЗ ее не заденайл. Рейдин забрали в итоге. Ну и Ксане пока живет. Успеет ли Астрал Степ? Должен успевать, по идее, да. В итоге выживает Ксане и просто убежит. Ну и в итоге еще и ультимейты потратили впустую, выигрывают большое количество времени, еще и перетянул сюда Рубена, то есть прям все. И тут до конца за ним, но еще один Астрал Степ. Ну и тут как бы шансов поймать практически ноль было этого Войтспирита, больше времени потратили на него. Если бы в Сайленс попал, возможно, как-то бы и получилось, но в итоге. В итоге Войтспирит выживает, Роуренджер сформит, имеется у нее уже Драгон Лэнс, Дарквиллом первым артефактом для себя выбирает Блинк. Ну, Лилл Стайл, что поделать. Такой агрессивный, агрессивный Дарквилл будет в этой игре. Юл, в принципе, неплохо на ней смотрится, но решил, именно такой чей-то из-за инициаторский был. Беззэм? Хотя за счет Юлл тоже, в принципе, можно цеплять. Минус Беззэм, очень легко его здесь забрали, отлично сыграно. Вот команда Ашар. Да, и фраг сани забирают. Как раз мы уже говорили о том, что именно ему нужны эти фраги. И 15-ая минута баунтируны. Поровну поделили баунти, обе команды 2-2. Пока СФ пытается подключаться, ну, не так много фрагов. Единственное, что сейчас можно сделать, видимо, хочет доформить себе БКБ, чтобы увереннее себя чувствовать. Ну, и можно с командой пойти тот же самый Тауэр на боте попробовать забрать. Потому что сами они, например, Тауэр на топе уже потеряли, а на боте все еще не забрали. Так, ну что ж, смог был разбит от команды Ашар. Отправляются вниз, хотят подраться, видимо, за вышку Т1. И могут спину выйти, например, от Ван Скор и забрать. Либо же ГПК, либо же Нантина. Вышка падает, врывается на ГПК. Здесь ГПК пока еще живет, дает раскойловочку. Сайленс получает в итоге у нас к Сане, но ГПК скорее всего погибнет. Да, не успевает раскастовать ультимейт. Подцепили еще Нантина. Нантин тоже должен погибать. Минус 2, даблкил делает Ксани. Пошла Раптура. Но это Раптура по Андерлорду. Фанник слишком плотный, его так просто не заберешь. Лил раскастовывает там Террорайз. БЗЗ в страхе просто убегает. В это время поймали Ван Скорр. Ван Скорр тоже отправляется в таверну. Трипл килл делает Ксани. Лил пытается добить здесь БЗЗ, но не получается этого сделать. И драка выигрывается достаточно легко. Команда Ашер. Совершенно другой старт от Ашеров. Видим, что Ксани играет на более... Даже не то, что привычном ему герое, а на более подходящий под его плейстайл. Когда он много двигается, когда у него есть возможность вот так вот запрыгивать, убивать, инициировать и там подобное. На Вайпере ты всего этого сделать не можешь. Опасный момент. Для Ксани сейчас его может Нантин здесь расстрелять. И в итоге, да? Да. Ну, стандартная история. Когда я кого-то хвалю, он сразу отправляется в таверну. Ты за что? Мы будем знать теперь, кого винить в следующий раз. Да, все равно, да. И так все бы это делали. В смысле? Я такого никогда не делал. Я не винил людей просто так. Но раз уж ты сама призналась в этом... Подожди, подожди. Ну, хотя бы ты останешься на моей стороне. Я всегда нейтралитет держу. Кстати, тут нападение на Дурачье. Очень быстро погибает иллюзия, и Дурачье тоже может отправиться в таверну. Да, Дурачье погибает. Слушай, да, действительно, Блатрайт очень хорошо работает против иллюзии ЦК. Так, оно и есть. И, как вы видите, сначала забирают Витспирита, у которого был очень хороший стриг. Потом идут, забирают ЦК, соответственно, второе место по Нетворсу, и тоже много золота зарабатывают. Такие прям-таки максимально хорошие фраги. Хороший вижен во вражеском лесу имеется у Юник, то есть вот возле руны и чуть поглубже. У самих Ашеров только один вард, и то он стоит на линии поближе. Поэтому в этом плане они не обеспечили ЦК хороший фарм, безопасный. Но это в любом случае хорошие минусы были сделаны от команды Юник. Да. Но все еще преимущество за командой Ашер такое весомое. Ждем подключения к ГПК. Я пока не увидел особого импакта от СФ и здесь. Он просто наращивает свой Нетворс. Ждем БКБ в первую очередь. И БКБ у него появится уже совсем скоро. Там рецепт остался, не знаю, 200 золота. И Дарквилла приобретает с себя Блинк с одной стороны. Что у нас по артефактам? Ага, есть ветра, вагоним выход. Троу Рейнджер собирает себе пику сразу же. Но учитывая, что ты против ЦК играешь, который тебя будет подтягивать реальти рифтом, хороший выбор. Ну и вообще в целом, то есть, чтобы позиционку лучше держать в дровке, это очень важно для нее. Где-то поодаль стоять от своей команды и издалека расстреливать. БКБ готова у СФ. Сабли имеются у ЦК уже после Мидаса. Про Дарквилла у Блинк мы с тобой уже говорили. Не передумал там Лил насчет Блинка? Может быть что-то болит? А, уже его уже купил. Все понял. Вопрос снят. Хорошо. Ну и спрятался Лил. Ну опять же, за счет Блинка действительно можно делать соло-фраги. Прыгать там на какого-нибудь ванскора, наилюжно, возможно, и по-быстрому просто за рассказ забирать. Ну да, это хороший артефакт. Думал, что Тюл будет, потому что с его попроще подцепить в какой-то момент выжить. Не знаю, тут такая двоякая ситуация. Главное, чтобы он себя купил. Там у нас выход на вышку в Миде от команды Юник. Ей такое ощущение, что хотят вроде как подраться, но как-то неуверенно идут Ашера. Сюда идет Фаник пока что. Подцепил ГПК. Нонграда рядом. Ксани ждет своего момента нападения на Нонграду. Ремонт на ход. Контролит ГПК, но в итоге минус Нонграда. Падает вышка. Вышка тоже упадет. Минус Т1. Своебразное решение дефать. Вроде бы дефать собирались, а с другой стороны Дарквиллу как-то и не пыталась подойти. Она далековато стояла. Опять же, обрати внимание на Вижен постоянно, который ставит Юник. То есть до этого у них стояли два хороших варда в глубь леса вражеского поставили. Теперь они собирались выходить в мид, и вот эти как раз два варда очень серьезно зарешали с нападением нашего доу-демона. В итоге пусть они забрали всего лишь одного саппорта, но они подкрепили это тем, что забрали еще и тавр. Вроде бы мелочь, но тем не менее. Теперь можно еще глубже в лес зайти. Возможно даже подпушить два тавр. Но у нас размен возможно будет таврами, потому что то же самое хотят сделать HR сверху. Да, видимо, это и произойдет. Но тут СФ достаточно быстро будет ломать с дровкой, тем более поражали с другой стороны у СФ есть трвела. Да и с другой стороны на тот есть андерлон. Вряд ли полетят, если только на Т3. Посмотри, но они летят. Ну, я говорю, на Т2 вряд ли, если только на Т3. Но успеют ли? Да, успевают. В итоге дурачье здесь хотели подцепить, но Фаник вовремя среагировал. Не успел, кстати, ультимейт вставать Фаник. Да, и андерлон скорее всего умрет. Заперут. Ему уже нет смысла. Хотя тут подставляется БЗЗ под ультимейт. Дурачё, БЗЗ погибает моментально. Неплохо. Разменяли. Тройчик разменяли, да. Но Лил, Террорайз. Под себя и просто бежать. ГПК отошёл. Строхов фейт. Блинка, 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 блинка. Успевает спрятаться в Шаду Реал, но ГПК его сейчас заберёт здесь, да. Лил погибает. Потеряли иллюжно. Продолжаются размены. Взрывается ГПК. Под действием Фира находится у нас Дурачё, и Дурачё погибает. И 3 в 2 в итоге получается размена. Ну, неплохо получилось задефать, если учесть, что они забрали двух кор игроков. Из выживших у нас остался Войт Спирид. Ну, до фрага на Дурачё был равный размен, да. Но вот, когда забрали ЦК, понятное дело, что драка в пользу команды Юник, и они отыгрывают все преимущества, практически, которое было до этого у команды Ашер. Вышку еще динает у нас в итоге ГПК. Сверху. Получается, прям-таки равная серия. Пока да. 12-13. Так, что интересно будет дальше ЦК себе приобретать сабли у него есть? Будет ли он что-то в дамажащее выходить или больше в защитное? Может быть, БКБ какое-то? Если мой БКБ понадобится. Ну, чуть позже узнаем. Может, Саша Яша. Посмотрим. Что там у Дурачё будет? Да, БКБ. Хорошо. БКБшечка, это, конечно, хорошо. Так, ДД. Снизу лежит, наверное, и СФ оставить стоит. Но что-то ГПК не особо торопится за этой ДДшкой. А, да, точно, есть же еще дровка. Действительно. Просто я подумала, что в бот, ЛСФ. Ну, это логично. Но, с другой стороны, дровка. Вот сейчас можно напасть на Фаника, прям сразу же, под это ДД. И Фаник, прям, это вот такое ощущение, что не ожидает, но не подцепили. В итоге его нападение не удалось. Нет какого-то героя, который сейчас с блинка может запрыгнуть и сразу Петра поднять, что-нибудь в таком духе, станчик дать. Поэтому Андролорд здесь и выживает. А СФ следующим артефактом для себя выбирает Аганим. Аганим, это круто. Ну, вполне неплохо. С, ой, Шадо Демон. Аганим может быть на падение, но Шадо Демон. Аганим реагирует первым. Да, но, ну, Град успел себя спрятать, но, скорее всего, не спасает его уже здесь ничего. Минус Шадо Демон и на этом пока все. Аганим припретает тебе Вет Спирит. Геул и Аганим. Такой самый стандартный билд Вет Спирит, который есть. Но посмотрим, насколько это будет актуально. Такое ощущение, что вот все, что было до этого, а Шара они уже проиграли и теперь не знают, что делать. Вот он, соло нападение от Лила, кстати, на Ван Скоро. Но, что-то пошло не по плану. Ван Скоро, конечно, забирают. Могут Нантину еще подцепить. Нантину очень больно. Форстаф, убегаем, убегаем, точнее, пика, но должны забрать. Должны забрать Нантина по-хорошему, но он все еще продолжает жить. Страхует его здесь БЗЗ. Саленс откидывает Нантин, за ним Фанник до конца идет. Еще один удар, нужен буквально, в это время погибает Ксани. Нантин продолжает выживать. Боже, как же живет эта дровка? Дровка все еще жива. Дровка жива, и Фанник сейчас отправится еще в таверну. Он, конечно, в контроль тут закидывает ГПК, но за Фанником там уже выехал отряд. Столько всего выливали в Дроу Рейнджера, пытались, ну, очевидно, ее... Врачо идет. Врачо под Аркейн Руны. У него есть ультимейт, но в итоге не стал врываться. Ладно, Фанник выжил. ЦК в этом замесе, конечно, в таком. Ну, Дроу Рейнджер выживает. Все там, экспириенс, сколько-то. Даже урона она, на самом деле, не внесла. Ну, там она убегала всю драку, но опять же, можно сказать, что неплохо забатила себя. Ну, молодец, Нантин выжил. Команда плюс поддержала вовремя, и эта драка выиграна командой Юник. Снова. И вот они уже, кстати, вырываются вперед по фарму, что не может не радовать, наверное. И, конечно же, СФ. Впереди планеты всей, просто на 4 тысячи опережает он вводь спирита. Очень много. Это какой-то достаточно хороший артефакт. ЦК все не настолько идеально. БКБ летит. БКБ прилетело, дальше будет Алибарда. Я посмотрела, что БКБ еще нет, но когда же появится. Все, Алибарда. Ну, против дровки, хороший выбор. Так, ну и смог под БКБшечку сразу же. Аганим появляется у СФ. Неужели ниндзя Рошан какой-то планируется или что? Да нет, вроде подраться хотят. Ну, только на КПК нападать. Тут рядом команда также в СМОКах около ГПК видит Ксани. Ксани уходит диссимилейт, контролит его, дурачо, идет вперед, привязка подовремя от Гримстрока. Ванскор тут погибнет. Сейчас Ванскор погибает, есть первый минус. Хороший ультимейт, неплохой залетает от ГПК. БКБшки были прожаты, пытается дурачо хотя бы пробить илюжно, но этого не может сделать. Двоих героев потеряли уже Ашер. Дурачье, заканчивается БКБ и теперь нужно как-то бежать отсюда. Ну, кто же тебя отпустит? Да, и пойдут они дальше. Цепанули, и очевидно, что ЦК уже не уходит. В размен лишь на одного Гримстрока запирают трех игроков команды Ашеры, притом запирают какой раз подряд Вольтспирита, погибает ЦК в этот раз. ЦК приобрел себе свежее БКБ и, соответственно, вы понимаете, ну, то есть ты покупаешь БКБ, а, казалось бы, сейчас как раз ты должен выдать свой максимальный импакт, а в итоге и ЦК погибает, дровка без БКБ живет каким-то чудом, еще и урон какой-то вносит. Видим, что СФ в этом замесе просто внес урона больше, чем вся команда Ашеры. Ну, СФ с таким нетворсом и должен примерно столько же урона вносить, учитывая, что ГПК практически всю игру фармил. Да, Рошана забирает себе очень быстро Юник, теперь еще и Аегис на их стороне, можно спокойно идти выходить забирать вышки. Да, пора бы, и как раз на топе, в принципе, есть Тир-1, который можно забрать, СФ уже там, с Аганимом, следующим артефактом выбирает себе Шиву, Блотикер выходит в Форстаф, Гримстроук стандартно, линзы, Глимеркейпы, ну, вот линза для Гримстроука один из лучших артефактов, что с рейндж-связком в принципе не такой большой, и постоянно на Гримстроука запрыгивает Дарквиллу, поэтому ему идеально выдавать просто свой максимальный рассказ и быстренько умирать, потому что ему жить точно не дают. 3000 за Юник, в это время, кстати, СФ решил не оставаться на топе, что интересно, но он прилетит в любой момент, у него Штарвеллаф, то есть, если там какая-то заварушка начнется, поэтому может себе позволить спикушить. А, кстати, может и начаться, потому что Shadow Demon и Дарквилла уже на топе, Тинай от Лила, но ничего страшного, ДД снизу, может забрать себе сейчас Боттл СФ, нет, или у него там нет уже Боттла, скорее всего нет, но в итоге ДД забирает просто себе, а нет, есть, окей, я не обратил внимание, что сначала Боттл был, потом ДД, старый уже, простите. Да, ну и Шива дальше будет появляться у ГПК, это тоже своего рода укрепление, чтобы тебя просто за Берс не забирали, ну и возможно драка будет сейчас на треугольнике команды Ашер, забегает БЗЗ здесь, не успел Илюжин подловить на Питов Мелис, будет Ликтор Райс, да, 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 на ход закидывает здесь Лим, и атака не получилась у команды Юник, но они не унывают, можно пофармить треугольник чужой, да, тем более у них попушить мид, попушить вверх, герой сейчас чуть быстрее фармят, я думаю, что и Троу Рейнджер быстрее, чем ЦК фармит, очевидно, что СФ фармит быстрее, чем Вод Спирит, и у них вон и Творсом все просто замечательно, преимущество растет, с Аегисом не обязательно нападать, можно просто захватить карту и не давать оппонентам фармить, что они сейчас и делают, ну и параллельно забрать Т2 Тавр, который на топе стоит, в принципе, почему бы и нет. Ну, для этого нужно криповочков подвести, а крипы далеко, в общем, проблема. Да, и просто ждут Юники возможности напасть на команду Ашер, что кто-то подставится, там выйдет как-то из-под вышки, но разбивает смок, и сейчас Фаника могут найти, Фаник уже кастует ТП домой. Только домой он отправится не с помощью своего ультимейта, а с помощью помощи Юников слишком быстро все-таки он встретил пятерых героев, поэтому слишком быстро его здесь убивают, и он просто не успевает делать. Ну что ж, минус Т2 в миде моментально, очередной глиф от команды Ашер, ответный глиф также от команды Юник, чтобы крипы стояли, жили, захилили их, и сейчас вышка упадет. Урона уже хватает. Сейчас тропка себе еще что-то должна принести. Манта Стайл, судя по всему. Манта Стайл должен уже лететь. Там в это время спритпушат парни из команды Ашер. Вот ГПК здесь немножко подпушил так же линию, и сейчас, наверное, заберет два. Пока один справляется с этой задачей. Сейчас заберут вторую вышечку. Если как-то Ашеры ошибутся, можно даже про ХГ подумать, если учесть, что Аегису Юник. Но я думаю, что Ашеры против Аегиса напрямую с паза выходить вообще никуда не станут. Так, подцепили к Сане, СС, бам! Просто ваншот от ГПК. Жесть. Очень больно, конечно. Теперь можно подумать и про ХГ. Ну, если они сейчас пойду на ХГ, возможно, вот теперь тут даже ББК придется утратить. Но Аегис уже скоро пропадет. Ну, минуту времени, как бы. Можно, если уж не про ХГ, можно просто драку какую-нибудь организовать под выпадение Аегиса. Прям идеальный тайминг. Ну, и Ашеры прекрасно понимают, что Аегис скоро пропадет, поэтому драться не хотят. Отступают. Иллюзии делает Нонграта с ЦК. Отправляет по линии. Ну и да, действительно зажат Ашера на своей базе. Сложное выйти. Шиво уже появляется у Шадоу Финда. Сненетворс у него бешеный. Да и Юдровка как бы уже догоняет его потихонечку. Перегоняет ЦК. Неплохо так. ЦК здесь себе дофармливает Алибарду все еще. Смог разбивается под выпадение Аегиса от команды Ашер. Ну, даже не знаю. Давайте посмотрим. Да. Тут намекнули нам, что Смог видели. По идее, у нас Юники. Потому что Вард стоит на ХГ. Так, ну и вот он, Дурачо. Привет! Привет! БКБ. Ладно, Дурачо прожимает БКБ ультимейт. СФ здесь прыгает вперед. Мультишот от Найтина. Найтин тоже потратил БКБшку. Связала Лила там. Пока непонятно, в чью пользу складывается драка. Иллюжен. Снова Питов Мелис кастует неплохой по троим героям, но отмену кастует Фаник и увозит тиммейтов на базу. В итоге никто не пострадал у команды Ашер. Но с другой стороны, смотри, ЦК прожал БКБ, ЦК прожал ультимейт, то есть они потратили все свои важные кнопки. Но там тоже две БКБшки были прожаты. Это да. Но, опять же, зайти на ХГ без каких-либо минусов у них сложновато. Будет. Тут, опять же, есть Фаник с Файрштормом своим, который будет постоянно откидываться. Но Грата, который Shadow Faison кастует и Люжина подцепили с Соливарни от Лила. Но Лил сам погибнет. Да, Лил сам погибнет в размен. Не знаю, это что выгоняет. Вот, судя по всему, он забрал 430 зол. ГПК подцепили. Но ГПК здесь расхастовывает свой ультимейт. Говорит, иди сюда, дурачье, будем драться с тобой. И дурачье сейчас погибнет. Да, и у него байбека нет. Понятия не имею, почему он без БКБ выходит. Я тоже не понимаю, почему. Но в итоге это ошибочка от Кэрри команды HR. Довольно легко его здесь забрали. Но, правда, никак, наверное, не накажут за это Юники. Я имею в виду, они заберут Т3, они просто отступят и продолжат фарфить. Вот Лил сделал все неплохо. Он, считай, в соло убил Рубика, заработал много золота, у него был байбек, и он остановил пуш, который был бы. То есть, в четвером, возможно, Юники бы не захотели идти на ХГ. А вот ЦК вышел, когда у него ни ультимейта не было, ни БКБ не было. Но в итоге он просто погибает. И, в принципе, я тоже удивлена, что еще не попробовали побить как-то ХГ. Да, да. Но преимущество все еще очень серьезное. Тут у нас Блинкдаггер. Линза, что-то Рубику там летит в Курьере вроде как. БКБ готова к Сане. Титанс Ливер. Дальше будет Бабочка для Нантина. Лотусорб готов. Здесь у нас Солар Крест для БЗЗ. Но, я так понимаю, ждем следующего Рошана. Скорее всего. Ну, потому что там осталось времени и основного таймера не так уж и много. Всегда есть шанс, что там прокнет довольно маленький таймер. Да и, знаешь, заходить на ХГ без АЕГеса. Ну, конечно. Зачем? У вас преимущество, вы хотите выиграть эту карту. Там, правда, в это время драка может завязаться сейчас. Кого-то здесь Нонграта спрятал. Этот кто-то Ванскор. Ванскор погиб. Курьер еще можем добрать. Да, минус Курьер. Нэнтин успевает уйти. Кашеры сейчас могут ошибиться, если почувствуют кровь. Ну, там вообще опасный момент. Там ДД в бутылочке лежит. И как бы драка, если завяжется, дровка там под ДД развалит. Они не пойдут. Не должны. Так, Дурачье подцепили. Хорошо. Спрятал его Нонграта. Тоже успел подцепить. Дурачье пока живет. Там есть БКБшка. Дурачье может подраться. Пошел в фантазм. Нэнтин далековато остался. Затянули его от своей команды. Но Нэнтин продолжает жить. Его пытаются пробить. Надо спасать Нэнтин. Нэнтин. Спрятали его. Отлично отыгрывает Иллюжен. Нет, все-таки Нэнтин погибает. Взрывается СФ. Пытается добить Дурачье. Не может этого сделать. Ксани просто улетает. И поймали ГПК. Теперь еще и Иллюжна бьют. Дурачье пошел вперед. Дурачье забрали. Отлично. Это минус керри у команды Ашер. Забирают еще и Лила. Лил тоже отправляется в таверну. Ну и Фаник уже кастует ТП на базу. Да, против что-то ничего сделать не получилось. Дровку смогли забрать только потому, что до этого Тро Реджера потратил опеку. Да, и долго на самом деле забирали саму-то дровку. Но если бы не фраг на ЦК, то вообще идеальная бы ситуация была для команды Ашер, как по мне. Рубик там пытался. Как раз сказал, здесь Рабша спрятал. Вообще, я думала, что возможно даже как-то и подсейвит. Но нет. И в итоге 1-2 размен. Тро Рейнджер имеется байбэк, но она даже байбэк оценивать не станет. Да, какой смысл? На Рошан это не идут. В любом случае без ЦК Ашеры. Поэтому можно спокойно посидеть в таверне. Опять же, вам ничего не пушат. То есть нет надобности в байбэке. Солар Крест готов. Еще дополнительный подбав. Отлично. Так, баунтируна 2 лежит все еще на территории команды Юник, которую можно забрать. Так, ну и что по вышкам? По вышкам тут на самом деле осталось не так уж и много. Одна вышка, я так понимаю. А, вообще нет вышек Т2 у команды Ашер. Теперь только на ХГ. Ну тогда получается бьем смок, выигрываем драку, забираем Рошана и пытаемся заходить на ХГ. Я имею ввиду, такой, наверное, план будет у команды Юник. Это в идеале, просто сейчас на самом деле Ашеры не должны подставляться. Если кто-то подставится, то очевидно, что его убьют. А так они и сами заходят на Рошана даже без какого-то фраза. Ну, немножко в другом порядке, да. Решили. Рошан без смока. Ну да, значит, сначала должен быть Рошан, потом Смок, потом Драка, по логике вещей. Еще Хоста. Кстати, Хосту можно было бы на самом деле какому-то Рубику отдать, чтобы он просто пытался подцепить, например, того же самого Шаду Демона, запрыгнуть как-то резко. Но Хосту забирают в Боттл ГПК. Ну и теперь нужно как-то от обороны действовать Ашером. Аккуратно. Оборона у них неплохая. У них хорошая оборона. У них там... Терлор тот же самый. Да, вместе с Шаду Демоном вполне себе неплохо с этой задачей справляются. Очень долго могут дефать свой ХГ. Так, у нас там снизу пушилась линия от Ксании, но Ксания уже ушел. Так, у него тут дальше Шива будет... Помнит, что... Плюс изолятор. В прошлый раз, когда он подпушил Тер-2, его взорвал СФ, поэтому больше такой ошибки он допускать не хочет. Так, поймали Нонграду здесь, по-моему. Нонград сейчас может отправиться в таверну. Лоту, Сорт, Захил. Еще один рейс нужен был, но все-таки Иллюжен добивает здесь фейтболтом. Пайбэк имеется, но... А в это время его вообще тиммейты... Дарквилл... Ну, драться не хотят. А Шера, наверное, полетят на базу. СК и будет теперь там... Когда уже ребята из команды Юник будут ломать Т-3. А тут ПМА и Паника. Они уже близки к этому моменту. Не успевают взорваться ГПК, но с Паником мы так справились. Не нужно было взорваться. Ну, собственно, падает Т-3. Нужно лететь на базу. Нужно лететь на базу. Лил пока что отменяет Террорайз. Террорайз залетает только сейчас. Отгоняет только одну дровку. Байбэк пошел от Фанника. Т-3 продолжает падать. Блинк Даггер теперь будет у Шаду Демона. Так, неплохой, кстати, реалити риф, но ГПК с БКБшкой. И вот она ультимативная залетает. Минус Дурачье. Дурачье без байбэка. Это минус Т-3. Это минус сторона точно. Как бы не минус игра сейчас была. Ну, все медленно, но уверенно, на самом деле, идет к этому моменту. Они потеряли свою первую позицию. А тут даже не близко к тому, чтобы выбить хотя бы сыр. Хотя бы сыр. Хоть что-то бы сделать. Дровка просто с достаточно серьезной рейнджи расстреливает бараки. Аккуратно, медленно, с твоими иллюзиями. В принципе, не могут ничего сделать Ашары. Вот теперь приобретающие шоу. О, бед СК точно не могут драться. Остается без байбэка. Связка от Гримскроу. И, как вы видите, Шаду Демон просто лопается. Найт Петра. Фанник после байбэка сейчас рискует тоже погибнуть. Он далековато под А4. В итоге до него не дотянуться. Падают бараки в миде. Сразу же перетягиваются вниз ребята из команды Юник. Начинают настреливать здесь. Ксаня. Ухочет диссимилейт. БКП прожал. Неплохо. Врывается в троих, на самом деле. Могут забрать Илюжна. Сейчас буквально одного удара не хватило. Все-таки Илюжна успевает сам себя подсейвить, я так понимаю. Или нет? Ну, в общем, он погиб. Как же много урона вот сейчас выдал в Эфпир. Просто посмотрите по ХП изначально, как размял. Но нету, нету поддержки. Сот урона. Так, ГПК врывается на Ксане. Но здесь его уже контролируют. Не дают ему просто так ворваться. Курсет краун. ГПК убегает. У него уже появился Хекс. Поэтому теперь вот спереду нужно быть поаккуратнее. Его есть чем ловить. Есть еще чего убивать. Контроль отличный. И так неприятно играть против Сайленсов. Здесь еще и у Сикера, и у Дровки. Так, нападение на Троу. От Троу. От Троу Сефа. Так, неплохо врывается Фаник, на самом деле, здесь. Ну, а Сеф снова раскастовывает свой ультимейт. Но, правда, ни по кому не попадает. Дурачо. Он, правда, здесь один. Есть Фантазм. Пытается пробить БЗЗ. БЗЗ закиливается. БЗЗ убегает. Иллюзии моментально рассыпались. Пытаются забрать Дровку. Дровка под дизармом драться не может. Связывает Ванскор двоих. Двойной Хекс залетает. Двойной Сайленс туда же. Дровка на развороте начинает настреливать неплохо. Но она одна. Но, правда, у нее Аегис. Она может его разменять. В итоге Дровка погибает. Но что дальше-то делать? ГПК прыгает вперед. Получает двухсекундный стан. Пытаются забрать хотя бы ГПК. Еще один удар нужен. ГПК. Скорее всего, сейчас взорвется. Да, ГПК погибает. Но проблема Нантин. Что с ним делать? Хотя забрали БЗЗ. Неплохо. Там накидывают иллюзии по Ванскору. Очень больно. Ванскор сейчас, наверное, тоже отправится в таверну. Да, Ванскор погибает. Контролят здесь Нантина. Нантин остается один. И Нантин тоже может погибнуть. Гамбэчная подъехала Ташер. Хорошо, здесь на самом деле раскайтили. Проблема была в том, что СФ Ультимейт пошел ни в куда. И, соответственно, не внес он уже такого урона, как от него ожидалось. Дровка настреляла, но Андерлорд плотный, Войт Спирит, в принципе, туда-сюда. Отличные посейвают что-то демона. Ну и, очевидно, еще раз погибает ЦК. Вот вроде бы замес они выигрывают, но ЦК погибает и набирает тех слотов, с которыми он будет на самом деле опасен. Следующий замес, да, как-то отстояли этот, но что будет дальше? Вот Спирит молодец. Уже у него там второй Натворс на карте. Как продолжает держаться. Да, но вот пока ЦК не очень молодец на самом деле. Ну, как-то получается все время вроде бы он и плотный и так далее, но... Но как-то подставляется дурачье зачастую. Вроде он начинает с реальти рифта, но там сразу следует контратак, за которую его очень быстро стирают. Ему бы как-то поаккуратнее действовать. Возможно, Фаника стоит подставлять. Нас, кстати, подцепили кого? Подцепили Люжина, а Люжин себе только что купил Аганим. Вот прямо вот, только-только, свежий с завода и в таверну отправляется на 80 секунд. Возможно, что-то нужно покупать на выживаемость. В такой ситуации постоянно прыгает Лила, постоянно он его цепляет, не дает ему жизни, байбайка у него нет. Ну, здесь, очевидно, дальше никакого продолжения этой ситуации не будет, так как СФ уже резнулся. Дроу Рейнджер резнется через пару секунд, а отсутствие одного Рубика не сподвигнет Ашеров заходить на ХГ. Да это уж точно, им нужно еще одну драку выиграть, как минимум, чтобы попытаться зайти. Но важный момент, что по байбекам у Нантина есть, вот у ГПК, например, байбека нет. Если удастся забрать СФ, например, без байбека, почему бы нет? Так, ну вот, тут Ванскор встречает уже подцепильную грату. Террорай, кстати, неплохой, залетает. Лил пошел вперед, но он, правда, под Саленсом пока что особо не может раскисоваться, но Ванскор и заберут здесь. Ванскор погибает, ГПК. Это неважно, а вот Войт Спирит вместе с СФом, так Войт Спирит, в ходу... Улетят сейчас, улетят, улетят. Там все хорошо. Там просто ультимейт залетел от Бладсикера, поэтому Ксаня не мог никак по драке передвигаться. И было принято решение просто отступить, отрегениться, разбить Смоук и снова в атаку отправиться. Но одного саппорта потеряли, потом другого саппорта и Юник... Что он соло фраг хочет сделать сейчас? Да. А тут Фаник рядом, ГПК, прожимает БКБ, но даже сквозь БКБ его могут пробивать. ГПК решает просто бежать. За ним тут организовали погоню, БКБшка заканчивается, Ксаня подцепил ГПК, ГПК, еще один удар, ГПК погибает. Отлично, он без байбэка. А у него нет байбэка, и, в принципе, можно подумать и про ХГ. Вот теперь можно подумать. Не, ну дровка все еще проблема, на самом деле. Мультишот там с ХГ, если Нантин нормально будет держать позиционку, сложновато будет зайти. Т2 забрать можно в миде, как вариант. Забрать аванпост. Но от преимущества у Юник не осталось, если да, то есть вот эти 3000, это вообще ничего не решает. А такими темпами следующего Рошана, если заберут Ашеры, то кто знает. Важный момент, если, да, скорее всего, следующий Рошан станет ключевым на этой карте. Да, нужно вышку, наверное, допушить в миде, пока нет СФ, но пока что-то как-то пуш не задался у команды Ашер. Пытаются выформить свои слоты, вот так у нас уже и байбэки появились, СК, Ушаду Демону, Дарквиллу. Да, это тоже важный момент, байбэки обязательно нужно иметь ключевым героем. Что у нас с партефактом, если я понял, не хватает ему, не знаю, какого-то сатаника. Вроде у него была шива, то есть он такой достаточно плотный, но получается его раз за разом убивать. Таймус-релик выпадает, ничего себе. Неплохо. Тавр забрали, и вот уже тысяча преимущества. Ну, там дурачу прям Жадина, а нет, все-таки отдал, отдал Лиллу, я так понимаю, да, окей. Я думал, что он собрался с тремя артефактами уже играть, у него там и Левеллер лежит. Ну, он просто его меняет, чтобы... Да, это понятно. ...пойти, а вот третье уж, я думаю, совсем нагло было бы. Ну, а вдруг Жадина-Говядина, как говорится. Так, 40 секунд до появления Рошана, кстати, следующего. Достаточно быстрый будет, интересно, что будет в нем. Рефрешер или Аганим? Так, Сатаник почти готов, кстати, удрать ее так же, но денежки не тратит. Оставляет на байбэк. Баунти-руны. Четыре могут забрать сейчас Ашер себе. Так, там появляется Бабочка уже. А вот Бабочка может быть проблемой, потому что там вроде как пробивать-то особо и нечем. Сильвер есть. Ну, да, но я к тому, что это же временное решение все равно. Неплохо было бы какой-то МКБ себе заиметь. Ну, только вот кому собирать, непонятно. ЦК не особо, наверное, хочет себе брать этот артефакт. Рошан появился. Что у нас в Рошане? Аганим. С какой стороны не посмотри всем. Ну, два Аганима у Юник уже есть, как минимум. Ждал, ждал, ждал такой. Закончился смок, в итоге решил Курьера добить. Слушаю. Как успевает. Лил бежит. БЗЗ уже навстречу здесь. Боже, с какого рейнджа контролит там просто иллюжен. Жесть. Своим телекинезом. ГПК далековато, на самом деле, взорвался. Но все-таки подцепили к Сане. Хекс тут взлетел бы. И к Сане увезли. Но, к сожалению, Лил погибает, так же, как и Нонград. Нонград сразу делает байбэк. Дурачо даже в драку не врывался. Да, пока не байбэк от Торпилова. Но, судя по всему, придется. Но тут аванпост под контролем команды Юник. Да, и сюда делаются тпшки. К Сане рядышком. Дурачо все еще бегает здесь в инвизии. Гримстрока такими-то, по-моему, уже вытимает. Нашел Ванскора. Ванскора попытается по-быстрому забрать. Ванскор минус. Ванскор погибает. БЗЗ тоже контролит хорошо. Как же много демэджа. БЗЗ тоже погибает. Даблкил уже. ГПК остается здесь пока один. Получает стан. И ГПК отправляется в таверну. Без байбэка. И два байбэка были сделаны. Да, здесь погибает Шадоу Демон после байбэка. Но забирают еще и Рубик. Рубику также приходится байбэкаться. Это еще не все. Дроу Рейнджер отзонили. И теперь можно на развороте попробовать что-то сделать еще и с БЗЗ. Но БЗЗ очень быстро отбегает на достаточно безопасное расстояние. И в такой ситуации 4 в 4 будет ли дальше продолжение драки на Рашане? Да нет, нет, уже точно не будет. Нет, накапал. Накапал байбэк. СССР. СССР его потратил. Но не успевает, по-моему, сейчас ребята из команды Юник. Там Брамбл Мэс лежит. Или успевает. Нантин прыгает вперед. Начинает отстреливать. Дурачье. Врывается ГПК. ГПК раскастовывает ультимативную свою. В БКБшке убегает из драки. Дурачье. До конца. 4 секундный стан по БЗЗ. Еще один удар. Отхилится. Жить как-то. Но нет. К сожалению, погибает ЦК. И в таверну отправляется на 100 секунд без байбэка. Ксаня делает байбэк. Фаник очень битый. Еще буквально один удар. Фаник тоже отправляется в таверну. И, по-моему, это ГГ. Очевидно, что нет байбэка у ЦК. Без ЦК здесь что-то будет делать очень сложно. Андерлорд байбэкается. Но, тем не менее, Рошан полностью. Все, что в нем, и Аганимы, и Сыры, и Аегисы, достаются Юникам. Да, за счет байбэков в итоге Юники, видимо, одерживают победу. Ну да, конечно, могут попробовать еще побороться Ашеры. Там, на защите своего ХГ. Но не факт, что хватит двух героев. Скоро появится, конечно, Нонград. Будет попроще. Но все же это дровка. Это дровка с всеми артами для того, чтобы сломать вам просто моментально базу. У вас есть, конечно, Глиф. Вы можете тоже потянуть время. Но без ЦК драться вообще не вариант. ЦК — это ключевой персонаж, конечно. В пике команда Ашер. Вторая сторона падает. Можно пойти, на самом деле, даже в трон. Да нет, на самом деле я бы ломал, наверное, нижнюю линию Т3 плюс барак. 35 секунд. 35 секунд — это не такой большой таймер. За это время вот как раз можно успеть сломать, наверное, Т3. Хотя можно прожать и Глиф сейчас в команде Ашер. Чтобы хотя бы бараки засейвить. Может, Глиф они будут уже оставлять. На трон, думаешь? Скорее всего, ну, выглядит так. Ну, кто его знает. Ну, видимо, так. Барак остался там сверху, я так понимаю, все еще один. Да, барак стоит. Буквально пара ударов — это будут мега-крипы. Так, там у нас шмоточки продолжают выпадать. Последним артефактом лампа достается команде Unique. Да, и вот мы видим графики, что в один момент все изменилось. Вот буквально вот эта драка за Рошана стала ключевой. Как мы и предрекали. Но смог последней надежды от команды Ашер. Они идут в атаку. Ну, и тут сейчас все спалят, видимо, Unique. Да, видят там БЗЗ. БЗЗ получает стан 4-х секундный. Попытаются его забрать по-быстрому. Урона не хватает. СФ раскастовывает свой ультимейт. БЗЗ все еще живет. БЗЗ. И Нантин начинает настреливать. Тоже неплохо. Но успевает Фаник увести своих тиммейтов здесь. Правда, Лилл забыл. И Лилл, скорее всего, умрет сейчас. Хотя, слушай, Лилл живет. Успевает, успевает. Нормально, нормально. Но Лилл уже говорил, что он просто так играет там в составах, пока не чувствует. Ой, забатились на иллюзию немножко. Ну, не важно. Не с ним я, поэтому... Да, крипы уже по линиям идут. И сейчас зажаты будут на базе Ашеры. Попытались они, конечно, по-быстрому выйти в смоках. Сделать какие-то минусы. Но их грамотно прочитали Юник и половили. Слушай, насколько же жил Сикер, если учесть, что он получил 4 секунды стана? Его в итоге не получилось забрать. Так и есть. Но все-таки у него сколько там? 44 армора, да, получается? В сумме имеется. Поэтому, да, пробить с руки не так-то и просто. Ну, теперь у дровки имеется байбэк. Скоро. Там мечок вот аккуратненько, медленно, но уверенно. Тут самый важный момент, что ни у кого из команды Ашера байбэков нет. Сейчас по поводу байбэков команды Юник можно не беспокоиться, наверное. А вот Ашером байбэки хотелось бы иметь, но... Ни у кого нет. Ну что, начинается осада. Битва против мега-крипов. Боятся почему-то со стороны Юник. Ну, они понимают, что если загуляют, как-то задавят, там циката под ультимейтом может развалить по-быстрому. Поэтому нужно все аккуратно делать. И они делают аккуратно. Медленно подходят. Ну, вот с крипочками, да. Тихо-потихонечко. Тихо-потихонечко начинает настреливать. И дровку бафают. Хорошо, реальтирифт. Но ее подсевили сразу же здесь. И Хекс залетает. Привязка от Гримфтрока. Туда же ультимейта от Бладсикера. Дурачье пытается добежать до базы. Там выбили он иск. Нонграда выживает. Шудом просто выживает. Спрятал себя напоследок. В итоге Нонграда живет. Дурачье стоит регенеть на фонтане. Глиф прожали Ашеры. Т4 вышки стоят. Ну, слушай, никого не убили. Но Глиф потратили. Там Хекс залетает в Саня. Здесь ГПК. ГПК пока что контролит. Но как же больно настреливает на Антинос. К Саню успевает уйти из драки. Начинает драться Дурачье. Дурачье забирают. Дурачье без байбека погибает. Погибает также Нонграда. ТП просто кастует. В метре фонтанг здесь. Ну, похоже, ГГ. Да. На это все заканчивается. Да, ЦК без байбека. Поэтому, в принципе, уже шансов что-то изменить. Ну, и так их было немного много. Все-таки мега-крепы. Сложно бороться против этого. Но, опять же, на мой взгляд, очень неплохая карта с камбэками. Прям такая полноценная. 53 минуты. Я бы сказал, с интригой, да. До последнего практически момента. До последней драки, как минимум, за Рошана. Было непонятно, кто все-таки выйдет победителем в этой второй карте. Ну, и молодцы Юники. Как по мне. Ну, не такая, наверное, уверенная карта была, как первая. Но все же хорошо отыграли. Но если учесть, что вообще Ашеры являлись фаворитами этой встречи. Я думаю, что Юник показали себя с очень хорошей стороны. И, в принципе, серия, на мой взгляд, была максимально интересная. Прям такая равная, плотная, до конца. И, как вы видите, ну, Юникам повезло больше. Ну, и самые интересные моменты этой карты для вас будут обсуждать наши уважаемые аналитики. Поздравляем Юников с первой победой на сегодня. Из двух, опять же, было два, которые они сегодня играют. И, конечно же, это не только приятно для нас, с точки зрения болельщиков СНГ. Потому что, напоминаю, европейские команды сейчас полностью вытесняют из топов в рамках этого чемпионата в групповой стадии коллектива из СНГ. Поэтому вот у нас есть шанс, что Юники вместе с ГПК смогут занять сетку Винеров. Могут. Как раз и только что они обыграли команду, которая могла остаться в Винерах, к сожалению, из-за СНГ. Поэтому тут... Они за слот борются. Тут ситуация, да, довольно странная и страшная. Теперь для Ашеров тоже. Потому что могут их реально потеснить. Нужно было им хотя бы одну очко отсюда отжимать. И у них не получилось. Ну, очень трудно все равно будет потеснить. Что их, что Матголемс, там, 8-2-8-2. Сейчас у Ашеров стало 8-4. Типа, да. Ну, Юникам надо просто выиграть 2-0 следующую. У них будет 9 очков, если я правильно помню. И на 9-ти они обгоняют, опять же, и Нипов, и Ашеров, и Матголемов. 9-7 они будут. Да. Ну, и, собственно, у них последняя серия сегодня, которую они должны будут сыграть. То есть 16 очков. Ну, 16 карт каждая команда сыграет. Собственно, хайлайт там по игре мы сейчас, конечно, посмотрим. Но, в целом, максимально интересно быстро перейти и посмотреть после игровую таблицу. После того, что сейчас изменились и так далее. Старт был очень крутой у Юникам. Опять же, у тебя стоит ЦК, что-то где-то 7-0 по крипам. А про Тита стоит БЗЗ на Бултсикере, что-то серии 20 на 5. Ну, да, БС очень сильно сейчас на линии, это факт. Не очень круто, что Иллюжен, что БЗЗ-линию постояли. Его они оттуда вышли, очень много вынесли, вынесли быстрый вейл. Но тут не в этом было. Опять же, они просто полномерно все расфармливались. Он в СФ начинал там перегонять Войтспирит, хоть и Войтспирит очень классно там тоже отыграл. Много демажа наносил и так далее. Но все равно СФ он посильнее. Очень крутой выбор, что он и шел именно в такие артефакты, такой последовательности, да? Что у тебя быстрые тревела. А, соответственно, БКБ. А потом Аганим, который очень много демажа наносит. Просто единственное вот этого, да, жесткого керри, который может всех убить, это, соответственно, ЦК. Да, и ты с Аганима просто разносишь эти все иллюзии, тебе даже помощи не надо. А ЦК без иллюзий — это не герой, это не тот демаж-дилер, который хочется видеть. Ну и дровка, да, это план Б тоже, который очень много дал. Опять же, в драках супер много ДПСа. Из-за того, что там пытаются фокусить, короче, ее КСФ все раскастовывает. Дизеблов по Блокенбару особых нет, ему ультимейт никто сбить не может. Дровка тоже до Блокенбара дожила, тоже все отлично, плюс ко всему. Телескоп еще нашли чуть попозже, да, там как раз в этих таймерах это тоже очень много дало. В общем, переиграли. Переиграли на своего оппонента, но были шансы, опять же, в Ашер. Они драки принимали какие-то, да, и нужно было играть на ошибках Юник, но Юник очень мало ошибались. И Рошанов очень много. Достаточно мало ошибались, действительно, хорошо себя вот и пизонировал по драке, очень много старался делать Лил, но вот опять же, ему не хватало импакта, либо там вот Фанника, либо вот Нонграда, чтобы вот как-то подсетапить убийство, потому что на старте игры соло-демиджа хватало, мидгейме не хватало, мидгейме просто ходил, периодически умирал. Маловато было. На соло-игру собрал себе билд, он собрал дайгер, собрал вейл, напрягивал, ну, на того же Рубика там, да, какого-то, и просто пытался его соло-убивать. Да, убивал, но ты после этого остаешься просто, как бы, ты не уходишь оттуда. Да, там можно было бы как-то это под Шадоу Рилл делать, но все равно тебе не хватит, а до дема же есть, и Шадоу Рилл не будешь тысячку давать по герою. Поэтому там Рубику, короче, четверку на четверку менял просто, и все, и вы дрались там практически все коры, да, под пятерки суппортов. Да, и по поводу еще гонима СФ, важно же, что у тебя на обратном пути волна тоже там продлевает, фирус и прочее, и ЦК вечная проблема была, и вообще ты ни разу не поменял, что у тебя, да, вот, тот самый момент, полусоло-убийство. Нет, тут сейчас... Где сейчас придут тиммейты, да, и... Я не знаю, просто как-то дровка вообще выжила. Ну, просто смотри, наблюдай. Она постояла во всех станах, она постояла вообще во всем. Ну, ты в мяку нажали. Огромное количество армора ее просто посло. Просто, что ты андерлорда не забрал, человек Питок Мэйли здесь попадет, он еще и две тысячки даст. Раз, два, и она все равно живет. Фаиршторм насыпал сверху. Он сейчас фаиршторм не тайминговый насыпал. Ну, все равно, типа, я просто насыпал, ты попал, то есть, ты подгорел, ты все равно, ты одно ХП, ты просто... Ну, тут грифсы спасли. Они очень много дают, когда тело ХП. Да-да-да. Плюс армора, плюс ХП оригена. Ну, так вот, и возвращаясь к ЦК, что главная проблема, это что ты не можешь никак собрать для иллюзий ничего. То есть, Бакабани не мог нажать, лотус у них не прокнет, и так далее. И СФ примерно всю игру просто по кладауну ультимейта убивал все его иллюзии, и получается, как бы, вот, его главная сила просто не работала в файтах. И не было какого-то Эбисова, которому он мог не дать СФ воскастовать. Это, наверное, это единственная драка, в которой у него действительно какое-то время думаешь, что сейчас поживут. Да-да-да, и сразу два КАЛА и до свидания. Да-да, я что-то так заорался в этой драке, когда вот он так... Наконец-то, типа, наконец-то драка, где СФ говорит, не в меня. Дура, счет, типа, все, твоя игра пошла. Койл, второй, третий. Должна быть команда для этого, то есть, по-хорошему, и не ЦК должен это впитывать. Он должен спадрить рейнгент заходить, убить этого самого Рубика, убить этого самого Гримстролка, как-то вот это все дело сделать, и потом уже врываться, убивать там дровка. Получается, что тебе просто приходится играть совершенно не ту роль, да? То есть, есть коры, которые про вырезание саппортов, а есть, типа, ЦК, да? То есть, он намного больше про фронт-лейн, пришел, значит, мужик на мужика, в лицо, типа, Свена формата. Но здесь ты понимаешь, что есть это дровка со сплитшотом, есть это СФ, и тебе, ну, нельзя. Но должен, опять же, быть быстрый саппорт, в который тебя дизеблет. Астоном-то, то есть, ты сидишь, все, опять же, хорошо, но Инксвелл, но Телекинез, и у тебя все не работает. То есть, опять же, дровка-то тебя не дизеблет, и СФ тебя особо-то не убивает. Строго, фейт замедляет иллюзии, очень неприятно тоже, как бы. Там иллюзии не жили, там очень много всяких разных нюков. У каждого героя есть нюк, который наносит демидж иллюзиям. Иллюзии жили, не знаю, секунды в три там драки в среднем. Все, они моментально умирают. Мне кажется, какой-то билд формата ПТ Рамлет Даггер, как раз-таки вот надо было попробовать его, может, собрать. Ворвался и реально убил героя. На 6 тысячах голды ты уже можешь. Нам не хватает здесь лоста, конечно, он же у нас хит-рок ЦК. Да. Достаточно плотный. Я думаю, что мы начнем тоже постепенно болеть против ЦК в пиках, потому что ощущение такое, что он реально не очень заезжает в нынешнюю мету. Нет, 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 нет. Он герой при ситуации. Просто, ну, ты его так раскрыл, и тебя закрыли неплохо. Типа того, то есть смотри, ты берешь, допустим, четыре миличника, или берешь там весь пасаппортным пятым. Причем тебе берут минера. То есть хороший будет пик, но отличные миличники, против бомб, никогда ничего не могут сделать. Так и здесь. То есть если ты берешь ЦК на 23-24, это лучший герой может быть на планете, потому что он просто его закрывает. А здесь, опять же, была у нас вчера игра. Пэлла взяли, закрывающая, на 24-м. А у противника, там, смотри, там, Сикер, Тинни, Бабка, ну ты понял. То есть там куча героев, и у каждого ОЕшка, то есть все герои его полностью контрят. И он сейчас собирает слоты, слот, второй, там, Дифуза, Манта. И в драке просто саппорт, скатер-шот, Бабка, все, ты настоящий Надин, тебя убили. Так и здесь. То есть вопрос именно в том, что против кого это работает. Ты же не берешь Сикер в каждой игре, но иногда он лучший герой. Не берешь, я не знаю, Вайда в каждой игре, но иногда он лучший герой, потому что там вражеского кора закрывает. Здесь именно вот их подкосило, что неподходящим героям... Интересно то, что Сикер-то они видели еще и на втором пике, то есть они понимали, против чего они будут стоять, и при этом все онлайн все равно проигран. Возможно, это связано с тем, что Сикер просто OP. Это определенно так. По итогу получилось, Сикер-то раскрыли, как это работает примерно. Сейчас будем дэмидж смотреть. Из четырех коров, да? Дровка, СФ, Войтспирит, ЦК, ЦК на четвертом месте будет. Если я хочу четвертый коров, он очень... Очевидно. Где-то, наверное, СФ, потом Войтспирит, потом Дровка, потом ЦК. Согласитесь, даже в базовом виде, даже если ЦК выиграл бы, вполне вероятно, у него тоже было достаточно... Меньше дэмэджа, чем у той же самой дровы СФ. Просто потому, что там у АЕшные дэмэджи. Вполне вероятно. Посмотри, просто уроны в этой игре и в прошлой. То есть там тоже было типа 180 на 100. И здесь, наверное, 180 на 110. Мы запоминаем сколько там. 50 на 25, да? 25. Ну, 26 у ЦК. Ну, ТСФ, наверное, первое место. Дровка второе. Нет, Войтспирит второе, наверное, тоже под полтолз где-то нанес. Я про то, что причем, на самом деле, даже в этой игре, если бы ЦК еще бы... 28, 51. В общем, на два корона стрелял. Да, но если бы ЦК, вот еще бы, на самом деле, пол салта докупил, и бы Эбис стал себе, и какой-то керасу не там взял, не взял, вполне верно, что хватило бы выиграть эту игру. Но он, опять же, не успел. Что ты думал... Все-таки... Рапирос там слева. Да-да, он по-другому. Что ты думал, он побольше дэмэджа нанес, потому что там была одна драка, и он там в одной драке только сделал 7500. А тут 28. Ну и смотри, 50-50-32, и у нас 180 тысяч нанесли. Следовательно, Саппорт еще 50, мы их накидали. Каждый из них, как ЦК и как Войтспирит. Аганим еще собрал себя, опять же, на болт. Да почему бы и нет. То есть ты сидишь, и у тебя вот, во, то, чего я ждал. Собственно, наша самая любимая табличка, в которой... Обычный человек совершенно не поймет. Да, вермады все равно не поймают, поэтому мы ее типа плавно скипаем, переходим к вот этому, от верху до низу. Да, нужны очки скорее всего. Чего непонятно? У тебя вот эта вот диагональ, которая идет слева, слева вверх, а если даже команда не была бы порисована вот сверху, да, то ты симметрично просто, вот любой расчет, который у тебя есть в левой части, вот тебе просто... Симметрично уже достаточно сложное слово. Не, она правда очень сложная с точки зрения именно того, что в ней не очень приятное удовольствие. Кто выиграл, кто проиграл. Все понятно. И видишь, юники уже подбираются потихоньку к полигоникам, и у них реально вот осталось сыграть не так много, и есть шансы зацепиться. Да, понятно, что у Нипов еще будет четыре карты, у Матголемов еще шесть карт будет за два дня оставшиеся. Вопрос только в том, что победа и поражение, по-моему, по картам здесь считается. Да, да, семь побед, семь поражений. Викингам и Матголемам достаточно еще сейчас сыграть, чтобы они прошли оба верхнюю сетку. Скорее всего, так и будет. И ты, по идее, все еще можешь их обогнать, и могут Матголемы и Викингам и две проиграть. И, ну ладно, на самом деле Матголемов, я думаю, мы можем не рассматривать, у них хаткаст последний с бейтами. На самом деле у нас крайне неинтересное следующее сражение. Друзья, Матголемы будут воевать против Викинг Джи Джи. Оно, наверное, с точки зрения зрелищности и скилла, чуть ли не топ-1 во всей групповой стадии в рамках BTS Pro Series. Поэтому отправляемся на паузу, возвращаемся обратно.